Добрый день, дамы и господа. Давайте сегодня вернемся к андрологии, к бесплодию и зачатию детей. Мужчина, 32-х лет, на момент обращения, то есть с 1987 года рождения, обратился мне дистанционно в июне 2019 года. Жалоб каких-то особых он не предъявлял, как чаще всего бывает в таких ситуациях, и в браке на тот момент он жил уже около двух лет. Брак этот был первый, ну и соответственно пока никак не в попытке завести ребенка, да, или можно выразиться как-то по-другому, в общем беременность у супруги никак не наступала. Причем они уже никак не предохранялись в течение полутора лет. Половая жизнь проводится практически ежедневно, партнерша одна и постоянная, так что казалось бы, все возможности для этого уже были. Вот, соответственно, из анамнеза известно, что в детстве он наблюдался у уролога в возрасте до 5 лет. И как он сказал, я не помню протокол он представил или нет, сейчас попробую посмотреть. По-моему, кажется, была выписка из детской карточки, что была выполнена операция двухсторонняя орхидопиксия. Ну, как мы знаем, такая операция выполняется в основном только в случаях двухстороннего крипторхизма. Я вам такую коротенькую справочку представил, что в норме, напоминая, яички закладываются в брюшную полость, а потом в процессе созревания плода, внутриутробно, либо на, как вариант, буквально в скорости после рождения, они через паховые каналы проходят и опускаются уже в мошонку, где и будут в течение всей предстоящей жизни мужчины. Почему? Потому что в мошонке существуют другие условия, другие температурные характеристики. То есть это специальный орган, который задуман природой для того, чтобы обеспечить максимально эффективный сперматогенез. Каковы причины двухстороннего крипторхизма? Ну, здесь уже либо варианты, то есть какие-то химические воздействия. То есть вот в этом процессе, в этот период, когда женщина вынашивает ребенка, может повлиять либо какая-то вирусная инфекция, либо какие-то токсические изменения, либо, возможно, у него были какие-то гормональные нарушения. Вот, в любом случае, все это приводит к тому, что яички либо вообще не опускаются, либо опускаются частично, либо вообще иногда. Ну, кстати, вот смотрите, интересная информация о том, что прием, прием большого количества или нескольких препаратов из класса нестероидных противовоспалитных, то есть анальгетики, как таковы, или жаропонижающие, повышает риск рождения ребенка с крипторхизмом в 16 раз. Вот, соответственно, существует еще помимо истинного крипторхизма, ну, то есть истинный крипторхизм, когда яичка вообще не определяется, ложный крипторхизм, когда оно смещается, и так называемая эктопия, когда он вообще может быть в каком-то другом месте, такая шишка на бедре, там где-то в промежности, у корня полового члена. Ну, это, конечно, бывает достаточно редко. При этом достаточно часто это приводит к тому... Здесь, конечно, все зависит от того, насколько вовремя была выполнена операция, это первый важный момент. И второе, насколько она, конечно, выполнена была качественно, потому что в процессе низведения, естественно, вот этот семенной канатик, в котором проходят артерии, вены, в котором проходят семеновыносящие протоки, он подвергается определенному, как минимум, механическому воздействию, то есть он натягивается. Возможно, травма самого яичка в процессе его оперативной фиксации, поэтому все это может привести к тому, что яичка, ну, получает определенные повреждения, и в будущем его функция снижается. А мы помним, что у яичка как минимум два. Две основные задачи – это сперматогенез и это выработка половых гормонов. Соответственно, если в детстве мы про сперматогенез еще ничего не знаем, то выработка половых гормонов проявляет себя уже достаточно рано. То есть этот ребенок либо будет, как все остальные сверстники, то есть физически будет активно развиваться, будут развиваться половые органы, в подростковом периоде будет происходить вовремя верилизация и так далее, и тому подобное. Так вот, собственно говоря, рост он развивался, соответственно, возрасту, и ничего его не беспокоило, что говорит о том, что как минимум гормонпродуцирующая функция была не нарушена. Не нарушена, да. Но вот в 2017 году, то есть это если он у нас какого года рождения, в общем он обратился к урологу. Почему? Потому что был определенный дискомфорт во время полового акта, он уже был женат в этот период, и он решил провериться. К сожалению, были выявлены хламидии и горнереллы. Но горнереллы, понятно, это сопутствующая микрофлора, чаще всего полученные из женских половых путей, в принципе, как и хламидии на самом деле. Тоже чаще всего получены у мужчин из женских половых путей, как и наоборот, у женщин из мужских. Но хламидий, конечно, обладает агрессивным воздействием на половые пути. Причем он не может точно сказать, как давно у него эти бактерии, скажем так, как давно у него эта инфекция, потому что бессимптомное течение может протекать достаточно долго, много лет после первичного инфицирования. И здесь возникает такая опасность, что из мочеиспускательного канала, из уретры, куда хламидии первично попадают, они мигрируют постепенно вверх, они могут колонизировать предстательную железу, оттуда они проникают по семивыбрасывающим протоктам, Дуктусу Экуляториус, вот дальше уже в яички, где могут вызывать воспаление в придатках, или в самой паренхимии. А мы знаем, что исходом воспаления достаточно часто является формирование рубцов. То есть здесь как минимум либо рубцовое повреждение, либо непосредственно уже прямое повреждение сперматогенного эпителия. То есть осложнением хламидийного процесса достаточно часто бывает либо обструктивное бесплодие, то есть когда сперматозоиды не могут выйти наружу, хотя они там есть, либо это так называемое секреторное бесплодие, когда в принципе нарушается выработка или созревание сперматозоида. Вот. Кстати, 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 кстати. Ну в общем они прошли курс лечения, естественно контрольные мозги были отрицательны, но при этом он также отметил, что с 22-23 лет у него появился такой симптом, как подтекание мочи после мочеиспускания. Давайте обсудим еще этот момент, этот симптом, то есть почему такое может быть. Ну если мы исключаем какие-то серьезные неврологические патологии, типа повреждения спинного мозга вследствие травм, либо вследствие какого-то серьезного заболевания, то вот чисто если по урологии, это может быть причиной того же самого простатита. Почему? Потому что так мочеиспускание выглядит следующим образом. Мочевой пузырь, там на фоне наполнения, да, естественно появляется сигнал к опорожнению, он сокращается, мочевой пузырь, то есть мышцы детрузеры, так называемые мышцы мочевого пузыря. При этом мышцы, которые закрывают выход, а это шейка мочевого пузыря, то есть выход там, циркулярный такой круговой сфинктер, это предстательная железа, которая тоже выполняет роль сфинктера, она тоже расслабляется. И еще есть третий сфинктер, это промежностный сфинктер, то есть мышцы промежности, тазового дна, как раз является уже произвольным, мы можем сами контролировать его сокращение. Вот эти три все зоны сфинктера, они расслабляются. Вот, мочевый пузырь сократился, естественно, уретра в этот период расширяется, и потом все эти структуры сокращаются, выдавливая остатки мочи и замыкая мочеспускательный канал. Так вот, при простатитах разного происхождения, инфекционной, не инфекционной, мышечная вот эта вот функция, сократительная функция простаты, она, естественно, нарушается. Ну, представьте, если мышца воспалена или отекла, она не может полноценно сокращаться, и вот в этот момент происходит следующее. То есть, мочеспускание произошло, простата сокращается, но не до конца, но не до конца. И вот этот вот просвет мочеспускательного канала, он остается не сомкнутым. То есть, мужчина вроде как закончил мочеспускание, а вот, потом он идет дальше, и в процессе уже движения, при сокращении мышц тазового дна, постепенно, постепенно происходит вот сокращение. УЗИ предстоятельной железы, она выдавливает эти несколько капелек наружу, и они вот подтекают в виде какой-то небольшой порции, либо иногда там, ну, чаще всего это 2-3-4 капли. С одной стороны не страшно, а с другой стороны неприятно. Неприятно. Вот, потому что запах, ну, скажем так, и прочие все моменты. При этом ему было, кстати, сделано УЗИ предстоятельной железы, и какой-либо патологии не выявили. Также он пробовал принимать какие-то лекарства, в частности, это андродоз. Ну, вот, ну, туда, там, напомню, входят туда определенные микроэлементы, карнитин, аргинин, коэнзин-КУ-10, если я не ошибаюсь, селен, цинк, то есть, в общем-то, такой более или менее стандартный набор различных веществ, которые традиционно используются для повышения активности сперматогенеза. Ну, естественно, все эти добавки работают хорошо тогда, когда имеется определенный их дефицит. Вот тогда, да. Ну, и плюс при достаточно, ну, скажем так, нетяжелых нарушениях, чаще всего это нарушение подвижности или небольшое количество, количественное нарушение. Вот. Но в момент нашей встречи ему уже было сказано, что надо проводить ЭКО. Вот. Они встали на очередь по господдержке, и, в общем-то, с его слов, длительность этой очереди в их городе доходила до одного года. Естественно, поговорим немножко о супруге, потому что это важно, это важно, во многом тактика определяется именно состоянием фертильного здоровья супруги. Ну, вот здесь краткая информация, что, в общем-то, здесь написано гинекологически здорово, рекомендована фолиевая кислота, сколько здесь? 100 миллиграмм. Три раза в день, да, если не ошибаюсь, или два раза, сложно сказать, традиционный почерк такой. Вот. Рождение, 83-го года рождения, да, то есть беременности раньше у нее не было, в целом всегда она старалась избегать наступления беременности. Ну, вот, насколько я понял, каких-либо специальных обследований у нее не проводилось. То есть не было фолликулометрии, не было каких-то анализов, только вот посмотрели на кренки, сказали здорово, все, идите, беременеете. Интересный еще один момент, кстати, из анамнеза уже самого мужчины, это то, что его братья, ну, в данном случае, это двоюродный брат по матери, сын сестры, у него тоже была операция на яичках, 25 лет, правда, но у него уже есть два ребенка. Ну, я не думаю, что эти вещи связаны, просто такое необычное совпадение, скажем так. Сестра одна, родители живы, онкологии по наследственности нет. В целом, по волосам у него все в порядке, туберкулезом не болел, венерическим уже с вами обсудили, вот, гепатитами тоже не болел, свинка не болел, но и операция была только вот единственная, орхидопексия. Соответственно, каких-либо хронических заболеваний нет, у врачей не наблюдается, аллергии нет, ну, и что он принимал для поддержки своего здоровья, вот, это набор трав, которые он принимал в виде отваров, липа, подорожник и сурепка. Вот, они сказали, что прочитали эту информацию о том, что данные травы обладают положительным действием на мужскую фертильность. Ну, честно говоря, я вот с этой информацией не сталкивался, все-таки липа, подорожник, но сурепка я меньше знаю, но это в основном противовоспалительные такие травы, хотя, наверное, если воспаление является причиной какой-то патоспермии, то вполне возможно, что и они подействуют. Также он принимал поливитамины от компании Сибирское здоровье, вот их набор, ну, в общем-то, сбалансированный, по две таблеточки в обед он пил, вот, отмечал, что чувствует себя бодрее на фоне их приема, вот, также он принимал спироту, но это широко известный всем препарат, содержащий в себе карнитин 700, либо вращающий карнитин, вот, 750 миллиграмм, если не ошибаюсь, там, селенцинк, там, ну, еще там, витамин В9, или фолиевая кислота, вот, курения нет, алкоголя нет, наркотиков нет, в армии служил, но никаких вредных контактов, скажем так, радиация, там, ракетные войска, там, радиолокационная служба, ничего такого у него не было, спортом регулярно занимается лыжи, летом занимается велосипедом, в целом работает в пожарной охране, то есть физически с охранным мужчиной, ну, бывает, иногда контактирует, там, с топливом, но в целом это бывает достаточно редко, стрессы бывают, но переносит их абсолютно спокойно, то есть спит хорошо, то есть физически здоровый, крепкий мужчина, вы можете видеть это по антропометрическим данным, 184 рост, талия 86, небольшая, вес 83 килограмма, здесь я просто представил такую фотографию, показывающую характер его вирилизации паховой, то есть абсолютно все здесь нормально, здесь я вот фотографию представил, что смотрите, в общем-то видно, что размеры мошонки уменьшены, здесь не видно четко рубцы, вот, понятно, что все эти фотографии были присланы мне по интернету, но тем не менее, тем не менее, то есть размеры мошонки уменьшены, то есть мы можем предполагать о том, что есть гипоплазия яичек, то есть определенные последствия все-таки были, но при этом, смотрите, физический статус хороший, волосами, пусть здесь не очень четко видно, но покрыто практически все тело, сзади и спереди, то есть как бы, здесь как раз вот тот случай, когда физическое развитие никак абсолютно не пострадало, абсолютно, теперь давайте посмотрим, как пострадал сперматогенез на фоне всех этих событий, первое исследование он выполнил в 2018 году, объем 2 миллилитра, ну вот здесь какая-то слизь, но я думаю, что это вот связано с тем самым процессом в предстоятельной железе, лейкоциты при этом не повышены, смотрите, концентрация всего лишь 2 миллиона на миллилитр, при этом прогрессивной подверженности практически не наблюдается, то есть единичные, там, наверное, все-таки сотни тысяч, и все, собственно говоря, то есть понятно, что когда мы видим такие показатели по сперматогенезу, говорить о каком-либо самостоятельном зачатии абсолютно не приходится, ну как минимум их мало, и они не двигаются, все, с точкой, вот, в таких случаях, конечно, и коэксе, и то еще не факт, что получится с первого раза, или со второго раза, или с третьего раза, вот, соответственно, следующую спермограмму он выполнил, если это был декабрь 2018, а это до января 2018, то есть примерно через год, вот, здесь объем хороший, та же самая слизь, концентрация та же самая, подвижность та же самая, то есть ничего не изменилось абсолютно, вот, ну и наконец, последнее исследование выполнено было уже в январе 2019 года, ну, все плюс-минус, то же самое, концентрация даже была ниже, всего 3 миллиона во всем айкуляте, общий мазок, и все хорошо, вот, ну и по гормонам, смотрите, тоже есть некоторые особенности, в целом, давайте вот проговорим это все дело, то есть, и как может меняться тактика зависимости от гормонов, ну, да, эстрадиол не определяется, хотя, конечно, это тоже в какой-то степени обращает на себя внимание, смотрите, тестостерон, помним, да, его статус, вирилизация, ежедневные половые акты, вот, в постоянное высоколибидо, никаких проблем нет, но тем не менее, тестостерон, как мы видим, ниже указана всемирной организации здравоохранения, референтных границ, то есть, это 12-33 наномоли, то есть, мы четко можем ставить ему лабораторный, то есть, по анализам гипогонодизм, при этом гонодотропина, то есть, лютинизирующий гормонов вообще нормальный, но можно было бы подумать, что ФСГ чуть-чуть повыше, пролактин тоже в пределах нормы, то есть, глядя на этот анализ, мы можем предположить, что сперматогенез все-таки у него активно не нарушен, и, возможно, речь идет именно об обструкции семивыносящих путей, но, но мы помним, что все-таки уменьшен объем яичек, а объем яичек в первую очередь зависит именно от семивыносящих канальцев, потому что клетки лейдига, ну, вообще, вот эта вот эндокринная часть яичек, она по объему достаточно небольшая, вот, поэтому, если яички уменьшены, смотри, или предполагай, что со сперматогенезом все не очень хорошо, при этом вот выполнено УЗИ, мы видим 4 на 2, 4 на 2, это вот так вот и вот так вот, да, то есть, хотя здесь написали, что эхопатология не выявлена, я, конечно, могу сказать, что уменьшение яичек здесь зафиксировано, вот, ну, и по мазкам, из свежего, да, гарднерелла была обнаружена, но понятно, что она никакой роли здесь не играет, то есть, заниматься ее лечением, там, да, ну, вернее, не ее лечением, а ее эрадикацией, как бы, смысла здесь большого нет, вот, ну, если говорить именно о том, чтобы планировать улучшение сперматогенеза, ну, по абдоминальному УЗИ тоже ничего, как бы, кроме полипа желчного пузыря, вот, и вот еще один контрольный, кстати, мазочек, очевидно, он уже прошел лечение, на момент нашей с ней встречи, гарднерелла вагинальность уже была отрицать, то есть, ему уже ее полечили, так сказать, вот, по предстательной железе, как вы видите, активного воспаления не было, то есть, лейкоциты не повышены, немножко эритроциты есть, это вообще 17-й год, иногда при интенсивном, кстати, 17-й год, это тогда, когда он болел инфекцией, то есть, может быть, тогда и был уретрит, как таковой, иногда бывает, что, знаете, как, возьмут мазочек на инфекцию, а потом еще возьмут секрет предстательной железы, естественно, на фоне травмы, травмы с зондом уретры, как бы, все равно эритроциты попадают в секрет простаты, но и крайний вариант, когда настолько интенсивно проводится массаж предстательной железы, что лопаются мелкие сосуды, и, опять же, в секрете простаты появляются эритроциты. Соответственно, какое было у нас заключение? Заключение следующее. Бесплодие в браке, это уже, естественно, зафиксировано, больше года они живут, не предохраняясь. Мужское бесплодие, олигоастена, то есть, снижение концентрации и подвижности, терата, качество, зооспермия третьей степени, то есть, концентрация ниже 5 миллионов на миллилитр. Состояние после двухсторонней орхидопиксии на фоне крипторхизма в возрасте до 5 лет и двухсторонняя гипоплазия яичек. Лабораторный гипогонодизм. Ну, я написал здесь легкой степени. Степень, конечно, это так я уже от себя придумал. Давайте мы ее уберем отсюда. Вот. Лабораторный гипогонодизм без клинических проявлений. То есть, наверное, можно сказать, субклинический. Почему? Либо там высокий у него дегидротестостерон, либо высокая чувствительность рецептора, но в любом случае симптомов недостаточности тестостерона у него нет. Ну, и также стоит отразить, наверное, заключение, что было длительное, латентное, скрытое течение хламидийного рутрита. То есть, ну, всего, служба не меньше, чем 2,5 года. И нельзя исключить вторичный рубцовый эпидемид, то есть, воспаление придатков яичек. Ну, и простатит в фазе перенеси. Мы сразу с ним обсудили, что ему показано ЭКОИКСИ. Ну, без вариантов, здесь надо ЭКОИКСИ. И пока, иногда ведь бывает какая ситуация, то есть, пока там мужчина что-то там пытается, чего-то делает, сперматозоиды вообще исчезают из ЭКОЛЯТа, и тогда уже теряется последний шанс стать генетическим отцом. Соответственно, обсудили, что да, учитывая анализы крови, мы можем попытаться чего-то там постимулировать. Но, опять же, все это будет проходить в рамках подготовки к ЭКОИКСИ. И если уж там совсем произойдет чудо, вот, тогда и резко, ну, как бы, значительно улучшатся параметры ЭКОЛЯТа, и плюс у супруги еще все будет прямо очень-очень хорошо, на что нам нужно ответить на этот вопрос ее лечащий врач-гинеколог, то тогда можно думать о каких-то попытках зачатия в стисном цикле, но, опять же, в рамках подготовки к ЭКОИКСИ. То есть, просто не предохраняться. Вот. При этом длительность стимуляции может быть достаточно большой, ведь, как бы, там и подбор терапии идет, и, в принципе, да, длительность созревания сперматозоидов достаточно большая, даже в нормальных условиях, а когда есть какие-то нарушения, предположительно, по оттоку и по проходимости всеми выносящих путей, то, конечно, этот процесс может еще и дольше затянуться. Вот. Ну, и предварительная оценка терапии, хотя бы, чтобы понять, туда мы движемся, или не туда, это, там, три месяца, ну, даже два-три месяца после начала лечения. Я попросил его сдать ингибин Б и ГСПБ, то, чего у него не было. Ну, все-таки, кариотип, мы знаем, что есть четкие показания для проведения генетических исследований, это, вот, как минимум, мутация ЗФ, локуса, Y-хромосомы и кариотип, это, когда концентрация ниже 5 миллионов. В идеале, еще и сдавать мутации гена муковисцидоза, CFTR, CFTR, так называемая, но не везде и не всегда можно пройти это исследование. Ну, а супруге я попросил, давайте сделаем хотя бы базу, хотя бы базу, то есть, это фолликулометрия, там, на третий, четвертый день, а на двадцать второй, двадцать четвертый, чтобы увидеть толщину эндометрия на том этапе, на том этапе и посмотреть, сколько у него вообще фолликулов запас и формируется ли у нее желтое тело. Ну, и на второй, третий день также сдать анализ на антимюллеров гормонов. Ну, а по терапии решили так, спиратон, да, продолжает принимать, витаминно-минеральный комплекс, который уже принимал на тот момент, тоже продолжаем, вот его состав, еще раз я привел. Далее, липоподорожник, сурепка, да, окей, хотя я сразу написал, что это не совсем обычный для меня, по крайней мере, не совсем привычный для меня набор. Ну, и классически попробуем поднять гонадотерапины при помощи кламифеноцитрата или кластилбегита, ну, прям по полтаблеточки, то есть по 25 мг на ночь. Ну, и есть такая еще группа пептидных препаратов, не относятся, тестоламин, это пептиды, по-моему, крупного рогатого скота, если не ошибаюсь, измельченные, да, ну, вот по принципу работы с простокором считается, что они могут в какой-то степени усилить восстановление семи выносящих путей мужчин. Вот, хотя вы знаете, по опыту очень такое неоднозначное впечатление, сложно ведь оценить их в изолированном формате, потому что крайне редко мы проводим терапию одним препаратом. Я бы даже сказал, практически никогда не проводим, потому что когда люди обращаются в таких ситуациях, им день недонаучных исследований. Вот, а те публикации, которые у нас на сегодняшний день, есть их недостаточно, чтобы быть уверенным в действии этих препаратов. А еще, если можно продолжить, даже доказанные публикации, даже доказанные действия препаратов, и не факт, что они сработают в данном конкретном случае, потому что я всегда говорю, что ответ на терапию отличается у каждого человека, вот, друг от друга, и даже у одного и того же человека, но в разные периоды жизни, эффект на терапию тоже может отличаться, к сожалению. Вот, то есть мы не можем гарантировать, и не можем на 100% предсказать, как все будет развиваться. Ну и контрольное исследование, где-то через месяц я попросил издать кровь, ну и, наверное, даже ту же самую спермограмму, чтобы хотя бы первично понять. Обычно дело чуть позже, через 6 недель, мы здесь договорились через месяц. Вот, дальше, дальше, мне прислали результаты, ну, ГСПГ пойдет, то есть у него, я думаю, что там, конечно, было все равно снижение биологически доступного и свободного, все равно стоило здесь, конечно, рассчитать их, но ингибин Б в целом тоже внушил мне оптимизм, то есть 96 пикограмм на миллилитр, как бы немножко ниже стаи, вот, но нормально, то есть это не 20, это не 30, это там не настолько прямо все плохо, так что шансы у нас были, вот, хотя мы, хотя, двусторонняя операция, да, на фоне крипторхизма, это один из такой неблагоприятных вариантов для того, чтобы восстановить сперматогенез. Кориотип он сдал, но он еще не был готов, он же дольше готовится. Поэтому мы договорились продолжать терапию без изменений, и, как и было уже написано, через месяц связываемся с контрольными анализами. Ну, по супруге он мне прислал информацию, смотрите, здесь в общем-то, это, по-моему, первая половина цикла, да, то есть эндометрий 2,8, 4 фолликула, уже не так уж и много, здесь тоже 4 фолликула, вот так, что уже были определенные вопросы к ним. Ну, и смотрите, антимиллирогормон 0,7, то есть это, конечно, это, конечно, не здорово совсем, то есть надо срочно-срочно делать на ЭКО, о чем, собственно говоря, я и сказал. Вот, поэтому все наши договоренности остались без изменений, без изменений. Ну, сразу могу сказать, что люди, конечно, ЭКО рассматривают как крайний вариант. ЭКО, либо ЭКО-ИКС, и там различные уже варианты, и все-таки надеются на самостоятельное зачатие, но вот, и действительно, там, у меня, либо не только у меня, вообще, в принципе, в этой жизни бывают ситуации, даже тогда, когда, например, говорили про ЭКО, сделали ЭКО 3-4 раза, и потом беременность наступила самостоятельным образом, вот, или, например, там, ну, то есть, короче, чудеса бывают, бывают, и именно поэтому я берусь порой за те случаи, которые, ну, казалось бы, уже априори не должны, там, не подлежать терапии либо лечению, то есть, как раз надеждаются те самые чудеса на тот единичный опыт, который есть, положительный, но, то есть, все равно мы должны действовать в рамках стандарта, вот, и нужно понимать, что чудо, это один, там, на сто, а иногда даже на тысячу случаев, именно рассчитывать на это, когда у нас так мало времени, когда мы рискуем вообще остаться без результата, то есть, конечно же, не стоит, все нужно делать правильно, вот, ну, по кореотеку прислали информацию, все здесь хорошо, все здесь хорошо, так, это я уже только половину информации доложил, а время уже, наверное, приличное, ну, да, случай был достаточно большой, сложный, тяжелый, и поэтому давайте, наверное, я на этом, на этом, как бы, сделаю, завершу это видео, напишу это, что это часть первая, а потом мы посмотрим, как дальше развивались события уже на фоне лечения, потому что тоже были свои особенности, и в конце я потом подведу определенные выводы по данному случаю, и вообще, в принципе, что можно понять, да, из этой истории. Всего хорошего, до связи, прощаемся ненадолго. Субтитры сделал DimaTorzok